Я хочу сегодня в сторис дать вам такую полезную информацию, интересную, особенно она будет интересна для астрологов, для тех, кто чуть-чуть разбирается в астрологии, для моих учениц. Надеюсь, вы смотрите мои сторис. Она спросила, как в гороскопе увидеть жесткую карму. Это очень интересный, очень крутой вопрос. Я очень рада, что она мне его задала. В прямом эфире, так как там смотрят в основном не астрологи, я ответила, что мы, конечно же, рассматриваем в целом гороскоп, что не может быть жесткая карма на все сферы жизни, что она еще на отдельной сферы жизни рассматривается, каждый дом, какая планета стоит, какие планеты, какой знак там и так далее. То есть много разных нюансов. Ну и хочу начать с того, что мы учили в начале курса по астрологии, я рассказываю астрологам будущим, что есть несколько видов кармы. Карма, вы знаете, что это причинно-следственная связь. Что посеешь, что пожнешь. Все наши поступки, мы, в общем, получаем плоды своих. Сеем семена, через время они сходят, эти семена. В зависимости от того, что мы посадили, мы это получаем рано или поздно. И поэтому, когда мы видим, что плохие люди поступают плохо, им из этого ничего нет, но будет, когда созреют определенные плоды, будут определенные условия. Так вот, девочки, которые у меня учились, знают уже, что есть основных три вида кармы. На самом деле их очень много разных разновидностей. Но основных три — это жёсткая, средне-жёсткая и мягкая. И что в гороскопе человека, когда мы уже много чего знаем, мы можем понимать, но есть такие примитивные методы, которые нам могут понять, какая у человека карма. Жёсткая, средняя, средне-жёсткая или мягкая. Потому что, например, жёсткую очень тяжело изменить, практически нереально. То есть жёсткая дритха — это то, что вот прям аж предопределено, когда плохие события случаются, это невозможно изменить. Это фатальные такие события. Есть средне-жёсткая, которую мы можем изменить, но для этого надо прикладывать такие усилия, работать над собой и так далее. И есть мягкая карма. Мы, кстати, не просто так изучаем теорию о каждом знаке, о каждом доме, о каждой планете максимально много информации. Потому что, смотрите, даже по поводу знаков зодиака мои ученицы знают, что есть знаки зодиака подвижные, есть неподвижные, а есть двойственные. Я даже учу, как их запомнить, потому что всё начинается с подвижного. Первый дом, первый знак — это всегда подвижный, второй — неподвижный, третий — двойственный. И так далее по кругу, по всей натальной карте. Как стишок такой. Подвижный, неподвижный, двойственный. Подвижный, неподвижный, двойственный. Как же определить жёсткую карму в натальной карте Дритху? Мы смотрим, если мы уже знаем вредители какие-то планеты, Сатурн, Марс, Гетту, Раху, Солнце, попадают ли они в фиксированные знаки, то есть неподвижные. Неподвижные — это фиксированные. Так как этот знак фиксированный и попадает вредитель, то эту карму, и, кстати, по тому дому, по той сфере, куда это всё попадает, сложно человеку изменить практически нереально. И дальше по логике стараемся понимать, что если вредители, например, попадают в двойственные знаки, то эту карму уже можно изменить, если человек будет делать определённые действия, выполняет карнизацию и так далее, поменяет образ жизни, то есть не всё будет предопределено. Ну и мягкая карма — это когда вредители попадут в подвижные знаки, то есть подвижные, гибкие, там уже всё можно легко изменить, легко исправить, даже благодаря мыслям, например, у человека как-то полегче. Ну и смотрим, ещё есть такой нюанс, что если, например, много очень кармических ретроградных планет, то у нас опять это какие-то долги с прошлой жизни, опять какая-то чуть-чуть нагрузка, много кармических задач — это тоже можно учитывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!